Приветствую всех в Ковчеге здоровья. Я Шамиль Нагуманов. Любая методика проходит этапы проверки и усовершенствования. Моя методика не является исключением. Сегодня я поделюсь тем дополнением, которое ускорит процесс излечения. Этап апробации моей методики давно пройден. Она продемонстрировала великолепный результат у абсолютного большинства больных. И, казалось бы, на этом можно было бы завершить эту тему. Но, погрузившись в нее еще более глубоко, открылась еще одна малозаметная проблема, о которой пойдет речь в данном видео. Фиброзное образование в легких имеет различную форму, от нитевидных до шарообразных форм, препятствуя не только полному раскрытию легких во время вдоха, но и препятствуя выходу мокроты. Вокруг фиброзных образований скапливается слизь, которая содержит как инфекционный компонент, так и результат работы иммунной системы с инфекцией. Несмотря на то, что предложенный мною сбор позволяет не только активировать работу иммунной системы в борьбе с инфекцией, напрямую воздействовать на инфекцию, мобилизовать эвакуацию мокроты, все же этого оказалось недостаточно для избавления от легочного секрета. В чем, собственно, проблема? Эта мокрота остается на фиброзном образовании, и она способна стать фактором вялотекущего воспаления. А как мы знаем, фактором развития фиброза является воспаление. Пока есть воспаление, в его очаг будет поставляться дополнительная соединительная ткань, которая и становится впоследствии основой для развития фиброза. А если это присутствует, то попытке рассасывания фиброза будет противостоять приток дополнительной соединительной ткани к месту фиброза. А теперь практическая сторона вопроса. А далее я рассматриваю дополнительные мероприятия, ускоряющие избавление от фиброза легких. Данное видео размещено в плейлисте «Фиброз – метод лечения», где собраны все видео по этой теме в закрытой группе «Ковчег здоровья – Территория выживания ВКонтакте». А в плейлисте «Заболевания и их причины» размещаются видео, в которых я стараюсь в популярной форме объяснить механизмы развития многих заболеваний, с пониманием которых можно идти по короткому пути от заболевания к здоровью. Также в этом сообществе я публикую свои авторские методики лечения тех заболеваний, которые на данный момент не поддаются лечению современной медицине. В плейлисте «Малые энциклопедии лекарственных растений» публикуется видео, основной задачей которых – рассмотреть как можно более полно каждое растение по свойствам с точки зрения китайской, тибетской и доказательной медицины. В моей энциклопедии будут собраны все самые доступные лекарственные растения, позволяющие не только сохранить здоровье, но и поддержать его при различных заболеваниях. А в плейлисте «Кулинарная фитотерапия» я публикую рецепты, обладающие изысканным вкусом и уникальными лечебными и профилактическими свойствами. Абсолютное большинство данных рецептов создаются мною на основе знаний диетологии и фитотерапии. Данное сообщество создано только для людей, дорожащих своим здоровьем. А я вам желаю здоровья духовного и телесного! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова